А у меня сегодня нет ножа, я могу сегодня только ложками махать. Эээ, мне проводов не хватит, чтобы руки помыть. Потрясающе! Высшая оценка от Миджи. Хе-хе-хе, руки мыли мокрые. Очень важный лайфхак. Привет! В эфире выдумщики.ру и с вами Любовь Шаниман. Сегодня мы с вами сделаем самые простые свирлы на свете, которые можно придумать. И для этого у нас крайне небольшой набор инструментов сегодня используется. А именно, мы берем основу актив свирл. Вот она такого вида, совершенно непрозрачного. Если смотреть в контейнеры, выглядит она так. Я отрезала чуть-чуть меньше половины. Этого нам будет достаточно для того, чтобы заполнить куб на 500 грамм. Я не хочу заливать его прямо-прямо по рисочку, поэтому 470 грамм это именно то, что нам нужно. Итак, я использую сегодня два обычных стеклянных стакана, две ложки, потому что мне лень мыть, и одну стеклянную палочку для того, чтобы рисовать свирлой. В качестве красителя у нас сегодня выступает проколор апельсиновый, проколор изумрудный. Я беру такие прям новогодние-новогодние оттенки, которые создадут нам потрясающее настроение. И все это добро я хочу ароматизировать эфирным маслом полыни лимонной. Обычное совершенно. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно разделить основу по двум графинчикам. Для того, чтобы окрасить их в разный цвет. Мы просто в произвольном порядке раскладываем. Раскладываем, раскладываем основу, примерно, чтобы получилось у нас здесь половинка и здесь половинка. Нужно немножко утрамбовать основу, потому что стаканчики у меня не бездонные. В производстве мыла со свирлами очень важно использовать именно эту основу, потому что она значительно гуще, чем обычная основа. И она позволяет вам рисовать достаточно качественно и четко на этой основе. Поэтому первое, что нам необходимо сделать, это поместить вот эти два стаканчика в микроволновую печь. Пока плавится наша основа, я предлагаю подготовить куб к заливке свирлом. Во-первых, очень важно вставить куб в разделитель деревянный. Это позволит вашим стенкам быть максимально ровными. И кроме того, разделитель для куба, который мы будем сегодня использовать, вставится в куб максимально правильно. Он состоит из четырех вот таких пластин, которые очень просто вставляются в куб. Те, которые с зазубринками, мы располагаем вот в эти края. И еще у нас есть вот такие неровненькие пластинки, которые мы вставляем в пазы. Так, куб у нас готов к заливке. Теперь нам нужно, чтобы наша расплавленная основа была разделена пропорционально. У нас будет два слоя оранжевой основы и один слой зелененькой основы. Теперь наша задача максимально простая. Взять удобный краситель ProColor. Сначала мы берем его оранжевого цвета. И потихонечку достаем нужное нам количество ложкой. И теперь это все вымешиваем. Не пугайтесь, что основа для свирлов, вымешивается краситель в ней чуть сложнее. Потому что основа сама по себе гуще. Еще один очень важный лайфхак. Так, необходимо основу греть оба стакана вместе. Для того, чтобы температура и охлаждение, и нагрева была всей основой равномерная. И когда вы ее заливаете, она тоже не отличалась по температуре. Важно напомнить, что цвет в стакане всегда должен быть чуть бледнее, чем вам хочется. Потому что по факту он будет ярче. И сейчас мы возьмем еще изумрудного ProColor. И другой ложечкой его подзенем. И теперь все это перемешаем. Сейчас добавляем эфирное масло. Если вы любите работать с эфирными маслами, то обязательно посмотрите наш ролик с антицеллюлитным маслом. Вам обязательно понравится этот рецепт. И есть время опробовать его на себе перед Новым годом. И в этот стакан мы тоже добавляем эфирного масла. Примерно 15-17 капель. Этого будет достаточно. Для того, чтобы мыло достаточно интенсивно пахло. Мы, в принципе, готовы к заливке. А это самое ответственное мероприятие во всем нашем мастер-классе. Я рекомендую немножечко придерживать разделители, чтобы они утрамбовались правильно. Сначала заливаю боковые. И уже сейчас вы можете видеть, как работает разделитель. Без него вы так ровно ни за что в жизни не зальете. До выхода наших разделителей людям приходилось бумажки какие-то вырезать. Представляете? Ужас какой. Сейчас мы заливаем центральную часть. А сейчас мы с вами провернем еще одну очень важную штуку. Нам нужно достать наш разделитель из горячей основы. Конечно, видите, слои максимально четко разделены благодаря нашему разделителю. И теперь мы одновременно поддеваем его. И сейчас нам нужно максимально быстро рисовать. Мы с вами нарисовали вот такую вот штуковину. Сейчас важно ждать, пока она застынет. Все. Все. Субтитры подогнал «Симон»